6 миллионов 200 тысяч рублей поступило в бюджет Сарова из области на ремонт дороги на улице Димитрово. 5 процентов должен добавить город. Также необходимо выделить софинансирование на капитальный ремонт кровли школы номер 5. Она включена в государственную программу. На 95 процентов работы оплачивает область, но из-за удорожания материалов необходимо добавить деньги из бюджета города. Изменения в главном финансовом документе представители администрации обсудили с депутатами на очередном заседании плана бюджетного комитета. В областные субсидии поступили на сумму 313 миллионов рублей. Именно на эту же сумму увеличиваются расходы бюджета. То есть и доходы, и бюджеты, и расходы увеличиваются на одну и ту же сумму на 313 миллионов рублей. 113 миллионов поступили на капитальные инвестиции, в том числе на продолжение строительства школы на улице Зорге. Также выделили деньги на капитальный ремонт центра образования из старого здания школы номер 11. Предполагается выполнение работ в двухлетний период, начало строительства 22-й год, завершение 23-й год. На этот год, на 22-й год довели 179 миллионов, 75 миллионов довели на 23-й год. Свою долю софинансирования мы с вами предусмотрели в корректировке, которая была принята 4 марта. 15 миллионов выделены на реализацию проектов по программе «Вам решать». Кроме того, администрация Сарова создает новое муниципальное бюджетное учреждение «Горской курьер». Напомним, ранее «Горской курьер» был самостоятельным учреждением, но в 2018 году его присоединили к муниципальному унитарному предприятию телерадиовещания. Новому муниципальному учреждению будут предоставлять субсидию, которую раньше выделяли ТРВ. Также в этом году выделят деньги лагерю «Березка» на организацию летнего отдыха и разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли клуба «Чайка». Екатерина Пёнова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Сарова, 24.